Его день начинается рано утром. На дорогу от дома до работы Денис Шишков тратит пару часов. Проезжает несколько десятков километров. Денис живет в поселке Светлой Татищевского района, а работает в Саратове. Светлым для гражданского тяжело найти нормально оплачиваемую работу. Основная масса населения военнослужащие. А для гражданского человека, либо гражданским персоналом воинской части, тоже не особо большие деньги платить. И такой Денис не один. Каждое утро на работу в Саратов приезжают тысячи трудовых мигрантов. Специалисты говорят, это и есть первый признак естественной агломерации. Когда населенные пункты как бы тянутся к более крупному и сильному городу. Более качественной, более лучшей инфраструктурой. Саратову, говорят в Министерстве экономического развития, отводится роль локомотива, который будет тащить за собой соседние территории. Создается такое социально-экономическое пространство, которое является центром притяжения инвестиций, формированием центров прибыли, которое дает соответствующую отдачу в бюджет области. И соответственно его распределение идет уже с учетом тех потребностей, которые есть на территории всего региона. Каждый день сюда приезжает около сотни машин. Мусороперерабатывающий завод в Энгельсе обслуживает половину области. Все левобережье. В общей сложности почти полтора миллиона человек. Столько же, сколько будет в саратовской агломерации. Проект инфраструктурный и возврат денежных средств очень долгие деньги возвращаются. То есть у нас по финмодели порядка восьми лет, что возврат денег. Соответственно нам интереснее, чем больше мы инвестиций сделаем, больше охватим. Как и города-миллионники, саратовская агломерация сможет претендовать на большее финансирование из федерального бюджета. Ждут областные чиновники и крупных инвесторов. Но это, что называется, длинные деньги. Моментальную выгоду от объединения саратовцы и жители области вряд ли почувствуют. Анна Головчинская, Игорь Шишилин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.